Всем привет! Вы на канале StartAndroid, здесь Виталий Непочатов. Сегодня мы разберем код приложения, которое записывает видео с экрана устройства со звуком. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать пару слов об онлайн-университете Netology. Это онлайн-платформа для обучения номер один по версии рейтинга Tagline. Большинство компаний-работодателей лояльно относятся к выпускникам университета. В новогодние праздники в Netology проходят распродажи абонементов на безлимитное годовое обучение по программированию. Преподаватели Netology, ведущие специалисты крупнейших компаний Рунета, которые дают как теоретическую базу, так и практические навыки, делятся актуальными кейсами и опытом. Netology единственный на рынке онлайн-образования, кто ведет образовательную деятельность на основе государственной лицензии. И специально для вас, уважаемые подписчики канала StartAndroid, Netology дарит промокод на 2000 рублей на все онлайн-программы по программированию. Промокод и ссылка на программы обучения в описании видео. А теперь к теме урока. До Android 5.0 приложение для записи видео с экрана мобильного устройства требовало root доступ и не гарантировало нормальную работу на устройствах разных производителей. Но все изменилось в API 21. Здесь появился класс Media Projection, который предоставляет доступ для записи видео с экрана или звука с аудиосистемы. Давайте рассмотрим код приложения для записи видео с экрана устройства. Макет экрана содержит одну кнопку для старта и остановки записи. Перейдем к коду. В главном пакете видим три класса. ClassRecordApplication, ClassMainActivity и ClassRecordService. Рассмотрим ClassRecordApplication. Он унаследован от класса Application. Согласно документации, класс Application или его наследник инициализируется перед любым другим классом, когда создается процесс приложения. Его вызов происходит в манифесте в секции Application, в строке AndroidName. Здесь вызывается метод StartService, который запускает сервис RecordService при старте приложения. Класс RecordService унаследован от класса Service. О том, что такое сервисы, подробно можно узнать из видеоуроков на нашем канале, начиная с урока 92. Ссылка под видео. Если в двух словах, сервис это некая задача, которая работает в фоне и не использует пользовательский интерфейс. Поскольку нам нужно записывать все, что происходит на экране, независимо от того, какое приложение запущено. Поэтому мы и будем использовать сервис. Здесь объявлены переменные классов. MediaProjection это токен, предоставляющий приложению возможность захватить содержимое экрана и или записывать аудиосистемы. MediaRecorder класс, который используется для записи аудио-видео. VirtualDisplay представляет собой виртуальный экран, содержимое которого рендерится в Surface, который мы передаем методу createVirtualDisplay. О том, что такое Surface, мы говорим в уроке 132. Если в двух словах, то это компонент, на который выводится изображение. Объявляем еще несколько переменных, логическую running, которую будем присваивать true в процессе записи. Далее параметры виртуального экрана, разрешение установим, а плотность пока не указываем. Далее идет метод onBind с типом iBinder, который позволяет приложению подключиться к сервису и взаимодействовать с ним через возвращаемый объект recordBinder. Подробнее об этом в уроке 97. Теперь методы жизненного цикла сервиса. Метод onStartCommon срабатывает при старте сервиса методом startService, который вызывается в классе recordApplication. Он возвращает флаг startSticky, это означает, что сервис будет перезапущен, если будет убит системой. В методе onCreate, который вызывается в начале работы сервиса, создаем отдельный поток ServiceThread с использованием класса HandlerThread. Это вспомогательный класс для запуска нового потока, который имеет looper, который может использоваться для создания обработчиков класса. На вход передаем произвольное имя потока и флаг ThreadPriorityBackground, стандартный приоритет фоновых потоков. Далее мы стартуем поток, сбрасываем значение переменной running и создаем MediaRecorder. В методе onDestroy, который вызывается при остановке сервиса, просто вызываем метод суперкласса. Метод setMediaProject будет вызываться в MainActivity и передавать объект MediaProjection. Далее getter для переменной running. Метод setConfig устанавливает параметры виртуального экрана. В методе startRecord мы проверяем, если объект MediaProjection не существует и переменная running имеет значение true, то возвращаем false. Вызываем здесь методы initRecorder и createVirtualDisplay, который рассмотрим позже. Стартуем запись вызова MediaRecorder start. Присваиваем переменной running значение true и возвращаем true. Метод stopRecord выполняет обратные операции, останавливает запись и перезапускает MediaRecorder в состоянии ожидания. Освобождаем VirtualDisplay и останавливаем MediaProjection. Теперь метод createVirtualDisplay, который вызывается выше в методе startRecord. Здесь выполняется создание виртуального экрана через метод MediaProjection createVirtualDisplay, которому передается произвольное имя дисплея, его параметры, flag virtualDisplay flag autoMirror, который позволяет отразить содержимое приватного дисплея, если его содержимое не отображается, и surface. Теперь в методе initRecorder, который вызывается выше в методе startRecord, работаем с объектом MediaRecorder. Метод setAudioSource устанавливает источник звука, используемый для записи. SetVideoSource задает источник видео, который будет использоваться для записи. SetOutputFormat устанавливает формат получаемого файла записи. SetOutputFile устанавливает целевое местоположение и имя файла записи. SetVideoSize устанавливает размер видео. SetVideoEncoder определяет кодировщик видео. SetAudioEncoder определяет кодировщик аудио. SetVideoEncodingBitRate устанавливает битрейт файла записи. Здесь жестко прописано постоянное значение, равное 5 Мбит. SetVideoFrameRate задает частоту кадров. Здесь установлено 30 кадров в секунду. Метод prepare подготавливает MediaRecorder для записи и кодирования данных. Выполняем его в блоке tryCatch с перехватом ошибки IOException. Далее в методе getSaveDirectory задаем путь для сохранения файла записи и показываем тост об этом пользователю. Ниже здесь создаем внутренний класс RecordBinder. Это биндер для связи и взаимодействия с сервисом в приложении. В классе MainActivityJava объявлены константы с произвольными значениями. Эти константы используются в интентах и запросах разрешений, чтобы отличать друг от друга пришедшие результаты. Подробнее об этом смотрите урок 30. Далее объявляем переменные классов MediaProjectionManager. Он управляет получением определенных типов токенов MediaProjection. MediaProjection вы уже знаете. Это токен, предоставляющий приложение возможность захватить содержимое экрана или аудио. Также объявляем экземпляр нашего сервиса RecordService и обычную кнопку. В методе onCreate получаем экземпляр MediaProjectionManager для управления сессиями отображения медиа данных. Создаем кнопку, по умолчанию неактивную и слушатель для нее. В методе onClick по нажатию кнопки будем вызывать метод RecordServiceStabRecord, в случае если запись идет. Иначе создаем интент с ProjectionManager CreateScreenCaptureIntent и отправляем его методом StartActivityForResult. Далее идут запросы разрешений на запись в память устройства и на запись аудио. Еще здесь мы создаем еще один интент для запуска сервиса и передаем его методу BindService, который выполняет привязку сервиса к приложению, а если сервис не работает, то стартует его предварительно. В методе onDestroy отвязываем сервис. Метод onActivityResult получает результат вызова метода StartActivityForResult, где мы отправляем CaptureIntent и RecordRequestCode. Если запрос прошел успешно, создадим объект MediaProjection, полученный от успешного запроса захвата экрана. Он будет иметь значение null, если результат от StartActivityForResult будет не ResultOK. Вызываем метод RecordService StartRecord и меняем текст кнопки на остановить запись. Метод onRequestPermissionResult это callback для результата запроса разрешений. Этот метод вызывается для каждого вызова метода RequestPermissions. Процесс запроса разрешения у пользователя может быть прерван. В этом случае вы получите пустые разрешения и массивы, которые должны рассматриваться как отмена. Далее создается экземпляр интерфейса ServiceConnections с реализацией его методов OnServiceConnected и OnServiceDisconnected. Интерфейс служит для мониторинга состояния сервиса. Второй метод мы оставляем пустым, а в первом методе OnServiceConnected, который вызывается в случае подключения приложения к сервису через биндер, создаем объект класса DisplayMatrix, который служит для определения реальных параметров экрана устройства, разрешения и плотности. Получаем экземпляр RecordService и через его метод SetConfig устанавливаем параметры виртуального экрана, передавая полученные значения. Здесь же делаем кнопку активной и меняем текст на ней. Теперь запускаем приложение и наслаждаемся его работой. А исходный код проекта, как всегда, в текстовой версии урока на сайте FandroidInfo. Ссылка на экране и в описании видео. А я прощаюсь до следующего урока. С вами был Виталий Непочатов. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok